Субботний день глава Чувашии Михаил Игнатьев провел в рабочей поездке по районам республики. Жители сразу трех муниципалитетов получили ответы на интересующие их вопросы, а главы администрации районов отчитались о проделанной за год работе. Козловские районы издавна славятся своими плодородными почвами. Ежегодно в районе собирают богатые урожаи зерновых культур, картофеля и хмеля. 2014 год стал для жителей района особенно урожайным. Во всех смыслах этого слова. 2014 год удалось завершить практически с положительными результатами по всем показателям, как в отрасли сельскохозяйства. Год был благоприятным для наших тружеников, так и в промышленной сфере. Везде индексы положительные. И, соответственно, то, что наши предприятия так сработали, дало нам возможность в целом получить те суммы налогов, которые мы планировали, даже их перевыполнить. Кроме того, в районе удалось повысить заработную плату работникам бюджетной сферы. Этого требовали майские указы президента страны. Михаил Игнатьев оценил слаженную работу местных властей и отметил, что траты этого года должны быть умеренными. По ту же нам придется завязать пояса. Почему я так говорю? Потому что мы не добираем по этому году, я это уже озвучивал публично, 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Это самый мягкий вариант. Второй вариант – можем не добрать 5 миллиардов рублей. И мы меры соответствующие принимаем. Антикризисный план на уровне правительства утвердили. До 1 апреля все муниципалитеты обязаны предоставить свои предложения по оптимизации расходной части бюджета и по пополнению налоговой базы. Несмотря на экономические сложности, в республике достроят все детские сады. Однако, учитывая возможный недобор налоговых поступлений, начало строительства некоторых объектов, возможно, будет смещено. При этом принятое социальное обязательство выполнится в полной мере. По федерско-кушерским пунктам мы запускали проект 100 ФАПов для селя. В принципе, 60 введены, 40 мы введем их практически в этом году. Последний ФАП будет введен в республике, соответственно, в августе месяце. В перспективу мы запустим проект 50 или 70 клубных учреждений, тоже для селя, ибо помещения должны быть, они не только как клубные учреждения, вообще многофункциональные, универсальные центры для бизнесменов, для молодежи, для того, чтобы люди могли собираться, общаться, решать вопросы. В Козловском, а затем и в Урмарском районах глава Чувашия вручила ветеранам войны юбилейные медали. Очень важно отметил Михаил Игнатьев, чтобы все места воинской славы, а их в республике более тысячи, были благоустроены ко Дню Победы. В ходе поездки глава республики пообщался с жителями районов. Ради справедливости надо сказать, что в каждом муниципалитете есть немало проблем. Власти ищут пути их решения. И это очевидно. Председатель Янтиковского районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Римма Гурина считает, что муниципалитет активно развивается во многом благодаря поддержке правительства. И от имени ветеранов попросила Михаила Игнатьева выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Чувашии. Дарина Игнатьева, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика.